Приветствую вас! Говоря об отношениях третьих лиц, всегда хочется сделать такое небольшое предупреждение о том, что есть элемент предположений, то есть это не вы, это не ваше отношение, это как бы то, что вы наблюдаете со стороны. И кроме того, что ваше восприятие может быть субъективным, и в действительности ситуация может быть совершенно иной, нежели то, что вы видите. Так вот, кроме этого, при ее транслировании нам, вы еще больше искажаете факты, которые, например, вы нам предоставляете. Хотя, конечно, по большому счету, что вы говорите, что вы нам даете. Вы говорите, что есть человек, ваш сотрудник, который достаточно эмоционально, очень эмоционально реагирует на внештатную сотрудницу, которая работает у вас в сессионах. И именно эмоциональная реакция на нее, кроме всего прочего, а мы здесь давайте не будем брать в расчет самые очевидные, я надеюсь, это понятно, почему мы не будем это делать, да? Так вот, помимо всего прочего, это может быть вызвано тем, что ваш сотрудник видит в ней, ну, например, своего соперника. То есть, имеет место быть состязательный соревновательный элемент. То есть, значит, у вашего подчиненного, у мужчины возникает ощущение, что эта сотрудница, ну, как-то ему угрожает чем-то. Вот, чем ухажает, конечно, сказать сложно, потому что, еще раз повторю, мы не видим всей ситуации в целом. И вы достаточно кратко ее описываете. Но, тем не менее, соревновательный элемент, как такая версия, которая укладывает в себе все. Вплоть до вот этой вот психосоматики, когда мужчина слег с простуды. Хотя, тоже очень интересное поведение у вашего сотрудника. То есть, вот он слег с простудой. Вы откуда это знаете? Он вам позвонил и сказал? Или вы увидите, что он заболел? Момент это достаточно такой, деликатный. Кроме того, если говорить еще о соревновательном элементе также, то хочется сказать, что очень может быть такая ситуация, что мужчина как-то сам повлиял на то, что это сотрудница написала плохую статью. То есть, вот эта психосоматика, это следствие того, как мужчина относится к тому, что произошло. И это либо резко негативная реакция, то есть, переживание по поводу того, что вы, например, сделаете ей выговор. Либо это, наоборот, реакция позитивная. То есть, расслабление. Дело в том, что иногда после очень сильного напряжения у людей наступает, соответственно, процесс расслабления. И это расслабление выращается в некоторых виде болезней. То есть, в этот момент его нужно учитывать. Теперь, если говорить о другой, менее, на мой взгляд, вероятной, но не менее важной версии, это версия о том, что ваш подчиненный испытывает симпатию, ну вот, собственно, к этой вот сотруднице. И в этом случае можно говорить следующее. Подобная реакция, то есть, эмоциональность и психосоматика вызвана может быть чем? Вызвана может быть лишь только определенным темпераментом, определенным характером и типом личности у мужчины. То есть, что это значит? Если мужчина является, ну, таким, знаете, неуверенным в себе, там, таким замкнутым, тихим, если можно использовать такой вот терпень, да, вырешительный, робкий, стеснительный и так далее, то такая реакция вполне может быть. Дело в том, что и болезнь его, и эмоциональная составляющая, да, то есть, то, что он очень эмоционально отзывается у сотрудницы, это все следствие невыраженных эмоций с его стороны. То есть, эмоции есть, они кипят, они бурлят, а вот возможности выразить их у мужчины нет. И из-за этого наблюдается такая вот реакция. Реакция, надо сказать, достаточно острая и тяжелая для самого человека. То есть, можно говорить о том, что мужчина, ну, вообще говоря, вредит себе подобным переживаниям, потому что ничем хорошим для него это не закончится. То есть, тут надо либо, в любом случае, либо эмоции выращать, либо закрываться от человека, то есть, отпускать его. Но, в любом случае, эмоции это очень опасно для самого мужчины, потому что, ну, это удар по его, в первую очередь, нервной системе, это удар по его психике, по его психическому здоровью, это, в общем-то, ничего хорошего не несет ему и для работы с вами. Ну, имеется в виду для занятия, деятельности профессиональной своей, понимаете? И вы, вот, ну, вы спрашиваете, да, о чем может говорить такого рода психосоматика. То есть, понятно, что речь-то идет здесь в основном о таких только возможных вариантах. Понимаете, и если, например, вскроется такая ситуация, что мужчина действительно как-то оказался причастен к тому, например, что женщина завалила статью, допустим, если он действительно к этому причастен, то ситуация получается довольно скверная, и мужчина действительно как-то видит в ней соперника себе, и вам с этим придется что-то делать. То есть, либо вы убираете этот соревновательный момент в отношениях между ними, либо вы устраиваете им очную ставку, либо вы просто-напросто разговариваете со своим подчиненным и основываясь на вреде работы, которые появляются в результате такого отношения, и вы выясняете у него причину такого вот его отношения. Но вообще говоря, в любом случае, мужчина очень эмоционально реагирует, у мужчины очень большая мотивация, да, то есть эмоциональность и психосоматика на человека – это придание очень большого значения ему. А придание очень большого значения человеку никогда не бывает просто так. И вот это значение вам бы нужно понять. Ну, предположим, что вы как руководитель можете знать, да, есть ли в чем соревноваться с этим людям или нет. Если не в чем, и они интересы друг друга никак не задевали, не пересекали, они действовали в совершенно разных сферах, то тогда это, скорее всего, симпатия. Других вариантов вряд ли может быть. Пожалуй, из совсем уж фантастических, просто для галочки, это то, что эта сотрудница ваша внештатная кого-то напоминает вашему подчиненному, кого-то напоминает, что выводит его из состояния равновесия, душевного и психологического. Но это уже совсем из ряда фантастики. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи! Субтитры создавал DimaTorzok